Сходит у нас фастка к финалу, это хэштег 166-13. Сражаются у нас две сильнейшие команды этого дивизиона, это R5 против RASQ. Действительно будет жестокая заруба после предыдущей катки, надеемся вы взбодрились, налили себе кофейку и подкинулись снова с дивана к экрану. Ну и начинается стадия пиков банов, отправляется Shadow Demon, Draw Regents, Sven Morphing от команды Russian 5. Довольно-таки классные метовые персонажи отправились сразу отдыхать до завтрашнего дня. Ну и команда RASQ отправляет Акса, Алхимика, Виспа и Эйшена Опарэйшена. Метового Акса от Карусели мы сегодня не увидим, ну и в ответку пошли довольно-таки интересные персонажи. Фейселос Войт и Дезераптер от Russian 5. Какая будет расстановка линий, уже увидим именно по пику персонажей, потому что каждого парня мы практически запомнили. Ну и Warlock с Ораклом и Хаскором довольно-таки сильный подхилл для, возможно, керри Хаскора будет и действительно будет быстрая дота. Команда RASQ, очевидно, подготовилась к Russian 5 и забанили сразу Акса, который делал нефигу пакта. А вот Russian 5 решили, что к ним 100% готовились и взяли тот пик, который, возможно, был бы неожиданный. Взяли на ферст пик Войта. Ну а RASQ просто ответили теми пиками, которыми они умеют играть. Взяли обычных персонажей. Взяли, конечно, Хускара с Ораклом, но я думаю, они смогут реализовать даже несмотря на купол. Ну вот, кстати, небольшая такая связка получается, Фейслос Войт и Джиггернаут. И, кстати, Хаскор очень сильно боится пис-дэмэджа, а Джиггернаут очень недовольный таким. Хорошо может показать Хускару, что не лыком шит. Ну вот, Слардар. Что скажешь по этому ребятаму пацаню реку? Ну я думаю, эта рыбка будет очень бешеной и будет бегать на своем ускорении и давать амплифай. Их Хускар будет очень сильно бить вот этим самым амплифай дэмэджем. Но не стоит забывать, что там есть Фейслос Войт, который путает все карты, который одним куполом способен перевернуть любой замес. Ну и наглость ли это брать Слардара после пика Дезраптора? Я думаю, они все-таки смогут. Рашин Файф берут Омник Найта. Будет ли это тот самый Омник Найт Хардвейнер? Или же это будет обычный саппорт? Нет, это будет, скорее всего, саппорт. Вот сейчас надо Рашин Файф убирать инвокера, либо же брать себе, потому что за счет Торнадо можно спокойно Вардин Энджелс-то избить. И тем более будет довольно-таки неприятно, когда будет стоять Хроносфера и летать в Торнадо. Ну что ж, это мы увидим в самой игре. А вот что ты скажешь по поводу бана Ларка на последний бан? Это своего рода контрпик Хаскеру, потому что если ты не видишь цель, ты ее бить не можешь. Но, с другой стороны, есть Слардар, который очень сильно контрит Сларком. Пока он находится в Шадоу Дэнсе, можно крашнуть под себя, так сказать, слить воду. И сверху еще имеется Голем. Кстати, немаловажный факт. За счет бандов и Голема, плюс прокастом Оракла, можно попробовать развалить хотя бы саппортов. Ну, я думаю, Рашн Пайв прекрасно понимает, что их ожидает. И постараюсь сейв мидера, который... Возможно, Пак, возможно, Инвокер, возможно, тот же Тинкер, которого не... Но в предыдущей игре Страйкер невероятно хорошо отыграл на этом персонаже. Ну, вот убирать Вингу после появления двух саппортов, кажется, что-то не то. Возможно, они думают, что... Постараются Роскул законтрить Байда, хоть как-то засейвить своего Хускара. Но я думаю, Оракл с этим и так прекрасно справится. А вот что ты скажешь про то, что Хускар может купить себе диффузал? Спорный вопрос. Вряд ли он его соберет. Они, возможно, хотят отправить Барлака в мидл, раз Рашн Файв именно так делает. Ну, выходит, остается Инвокер Класс Фэкт, который будет диспейлить ультимейт Омника, иначе этот ультимейт будет невероятно много делать для команды Рашн Файв. И берут они Деовера на последний пик. Видели мы, что может сделать Деовер в руках Страйкера. И надеемся на то, что в этой игре он будет стоять на миде. Не знаю, не знаю. Ничего прогнозировать. Не ясно, не ясно. Персонажи есть, но кто на ком играть будет? Может, это все-таки Войт и Изилейн? Может, это Деовер в мид? Может, это Трепла в сложную? Может, наоборот, это Трепла в изи? Ту-ту-ту-ту-ту. Сложный. Действительно, но остается еще целые две минуты у Раску, и я думаю, они потратят их полностью, чтобы уже взять выверенный пик. Именно из героев, как таковых, не осталось. Убрали весь Fight Damage. Нужен легкий герой на подъем. Может попробовать Чена с ним задавить. Для Роскью. Либо же... Ну, я думал, Квапу, может быть. Но выбрали Саленсера. Совершенно неожиданный пик, по крайней мере, для меня. Не думал, я возьму Саленсера. Но посмотрим на исполнение. Скорее, да. Вот куда? Саленс. Какая позиция? Может быть, Мид? Ну, в принципе, как и Саппорт залетает. Ну, не знаю. Пока что не знаю. Он и в миде не... Ну, вроде относительно неплохо стоит. За то, что с Юрикеном можно бить Девавера, а крипы и агресса не будут. Но и в то же время неплохо чувствовать себя там будет Орак. В свою очередь, Девавер может невероятно сильно мешать абсолютно любому мидеру, так как его прорывает на целых 4 секунды. Зачастую мешает добивать одного-двух крипов. Сложно. Пока сложно. Ждем мы пятого команды из Russian Five. Честно, я не могу прогнозировать про Роскью. Для меня эти парни впервые на моих глазах. И кто куда идет, я очень сомневаюсь сказать. Я тоже первый раз вижу эту команду, но они имеют статистику 53 победы на 5 поражений. И я думаю, эта команда знает, что она делает. И я надеюсь, что финал будет действительно зрелищный. Ну, я... Мне кажется, что он будет быстрый. Минуток 25-27 от силы. Вряд ли здесь будет какая-то лотовая игра. Минут на 50. А если действительно на минут 50 затянутся, то у Роскью нету ни единого шанса вообще. Как бы они этого не хотели. Ну что. Вернулся у нас последний персонаж. Ночное представление с командой Роскью. Эргон у нас на Хаскере. Тень на Ораке. Хисока на Варлаке. Пио-65 играет на таком вот страшном Саленсере. И Батя в здании играет на Слардаре. Представи второй коллектив, потому что... Неполадки? Ну, тут даже у Девавера тоже... Технические неполадки. Ну, Р5. Элмесси играет снова на Джиггернауте. Страйкер будет на Девавере. Сейтлайт играет на Тезрапторе. Арабик у нас играет на Умникнайте. И Карасуэль. Карасуль. Карусель. Также играет на Фейслэс Войде. Ну, и что? Что нам ожидать? Вывозки в Миддл это однозначно. А ожидать нам только одного красивой Доты. Ну, надеемся. Ну, именно чего-то крутого действительно сложно предугадать. Да, зачем мы вообще тут сидим, если будут какие-то тир-100 команды, которые будут фидить курьерами. Мы красивую и зрелищную Доту. Конечно, для нас главные там действительно крутые файты. И главное, как говорится, не закинуть в нужный момент. Медовый станет. Извините, команды СНГ региона очень любят закидывать. Это у них в крови, знаешь, такое вот. Как в школу ходить, только вот закидывать. Можно некоторые руки тут больше, я думаю, виноваты профессиональные игроки, которые очень часто относились по фанчику. и вот это комьюнити начало переманивать палатки своих кумиров делать точно так же. Да, многие, вот, если даже полазить по стримам, большинство этих стримеров, они занимаются такой, честно, белибердой. И вот, наверное, выращивают такое же поколение. То же самое, как Карина, я вообще не знаю, что там за фанаты и знать не хочу, то действительно печальная печальная аудитория. Пятером находится команда Раску на верхней руне. Будут стараться, я думаю, убивать и имеют для того возможность есть и замедление от Сайвансера и от Оракля и станут с Вардером. Ну, кстати, тут Дидераптор такой в панка переделался на старости лет. Учит это выглядеть мало уже Зевса. А сможет ли? Ну, уже как минимум смог. Говорит, ты на чем, а я на коне. Даже на динозавре? Кстати, вот типа Джаразик Парк, вот раньше игра такая была, наверное, оттуда вот такой персонажа взяли. Голован Годня похожа на самом деле, очень сильно. Да не, Годень там прям геромутант какой-то. Есть онлайн игра, вот похож очень, что оттуда его практически скопировали, только поменяли именно лицо. Ну, и много, кстати, я посмотрел артефактов, которые делают вам, вот эти картинки выпускают, а большинство берут из соседних игр, максимум чуть-чуть их переделывают и телепортируют в продажу. Не знаю, может у них фантазия заканчивается. Кстати, много сейчас, много писателей вот этих вот, которые пишут картины, много рисующих классных дизайнеров, можно попросить их и они вам накидают столько вариантов, что успевайте только штамповать. Действительно. Но не все хотят сотрудничать с художниками там. Они, конечно, безусловно, есть дизайнеры у компании Web, но возможно на всех не хватает или еще какие-то причины. Ну, я вот смотрел вчера, сидел в этом в шопе или как мастерская. Сыртож там куча просто тьмищая. И здесь у них работает система какая, то есть если действительно проходит чей-либо артефакт, тебе просто выделяется процентная ставка с продажей того или иной вещи. Вот и все. Поэтому скорее всего они не ищут каких-то звезд, просто берут что дают. Стычка на верхней руне нападает на Дловера, дает у нас в Свардара и просто уходит, догнать его не имеет возможности. Ну, кстати говоря, Велф, насколько я помню, первый ввели создание модов и всевозможных вообще дополнений к своим играм. Это принесло им Доту, ну, нимб, конечно, это Warcraft был Дота, но то, что был Квейк от движок такой от компании Велф и на его так сказать основе создавались многие игры. Да, они захватили свою популярность и за счет своих неординарных вот этих возможностей они вышли в топ. Ну, это хорошо, хорошо подарили они, кстати, ну, пока имя мне хорошее детство. Я много всяких приколов узнал именно, когда был малюткой. Малюта. Ну, вот, кстати, как тебе расстановка триплы в сложной вот с кучей подхила и много потери времени для Хаскара? Очень интересное решение, так как Хускар хорошо стоит против Вайда и решили помочь и стоит давить на эту линию, а в то время как Боэд не купил себе того, карусель не решил идти в лес по стандарту и решил остаться на линии. Не будет ли это ошибкой, так как Хускар невероятно силен на этой линии? Ну, сложно, сложно, что он думал, что он будет стать против триплы, да и я, скорее всего, на это рассчитывал, вот тут, кстати, тень может подстрять, месси пойдет ли, ну, нет, не пойдут, я думал, что трипла пойдет в изилейн и они там уже смогут спокойно убивать, кстати, месси, батя, не хочет тут подцепить, единственная проблема, что у R5, то, что у них нету стана, действительно, но я думаю, дезрактор сможет это компенсировать, гримса, 18 секунд, на четвертой только прокачки может как-то помогать своей команде, а вот тот же самый слард, у него 8 секунд колдаун, так что, думаю, он-то будет полезнее. Ну, что ж, по крипам, ух ты, медовый саймонсер имеет 16 крипов, то время саймонсер просто доминирует на этой линии, не оставляя шансов своему оппоненту. Стракер сильно подпросил, не ожидал он такого поворота, попытка какого-то подцепить, сатайла. Смогут ли гримса нориться с лордара? Ну, как-то репл-то можно было чуть пораньше закинуть. Наверное, усталость, усталость сыгрывается на обоих командах, долго действительно проходит нас игры. кстати, девавер практически отъехал. Похоже, страйкерцу дали не того героя. Может быть. Могли они, кстати, попытаться себе взять инвокера, здесь был, чувствовал бы себя неплохо. Попытка убить Мэси под крашем, Мэси сильно приседает, репл закидывается на подхили, Мэси надается убежать. Кстати, батям надо не агрессивничать, иначе развалишься. мэси мэси скиллы и может быть взять банды вместо замедления банды тоже задиспелятся поэтому в принципе я думаю стоит уйти просто в хилл и помогать своему свартеру так как он принципе ничего не почувствует от противника как один из вариантов то что должна сделать сейчас команда r5 сложновато стать в изи лэйни если бы хотя бы один стан скорее всего по кд бы никого-нибудь забирали ну вот было бы неплохо это оракла ну вот именно с такой точки по позиции грамотный муф короче в общем они сделали тоже покажет думал что стоит этим команде russian fight сделать свапли и не хватает очень часто просто пойти три поина хускара заставить бегать туда-сюда раскулы растягивать их а войду ставить пойти ставить против цепы или возможно вообще уйти в лес потому что сейчас игра застопорилась и хускар фрифармит сайлансер фрифармит по время как джиггернаут это овер ничего не получают до 8 против 36 на миде это очень что попытка кого-то убить здесь или просто беготня краша будет сейчас до прожимается мангус месси сильно подстрял кузов забирает ванок здесь попытка убить батю давать и здесь красиво умрет последний удар от войда добили там еще умник на это ну вот еще подрежут башни прошел по варлоку такой недофайт какой-то я не знаю недодрака получается ну оракал скорее всего здесь без раптора должен забирать мне кажется нельзя ставить такие паузы идет замес сейчас и дает времени думает своей команде хускар пупи и пауза до пауза тактическая но перерезают на самом деле раскул каналы фарма для команды рашин пай здесь на самом деле сказывается то что они скорее всего смотрели стрим и под хорошо команде рашин пай и знают как таких действовать на это скорее всего батя на развороте сатайло подцепил но надо играть по своей войне пойдет ли до конца вот чего просто он них здесь ты бы делать на топ скрыть и джекинал а не дебавер вот такой интересный выбор она сферы еще нет и если сейчас команда рашин пай не прими не притязного и нападение нас вардера дает астрал д он д овер в него крашеник удара будет ли раскручиваться гернаут он раскручивается но селёдка может уйти так и селёдка просто уходит на своем ускорении и что делать нужно было нажимать блин блин снова здесь очень очень сложная игра для рашин пай они устали они не могли подготовиться своим оппонентам в то время как раску спокойно смотрели стрим слышали то что мы подмечаем в игре рашин пай и спокойно подготовившись пошли и разобрали игру по полочкам вот мы сейчас перекроем там фарм джиггернауту вот мы сейчас нидеру перекроем фарм а потом они просто посыпятся они начнут нервничать они начнут делать какие-то рисковые мувы и мы их там подловим и просто свободно выиграем что сейчас и происходит прячет астрал с вардера савантер уже сломал ты один вышку на медлине да ты все правильно подметил тяжело подготовиться к оппоненту которого ты не знаешь а когда тебе на блюдечке все разложили куда приятнее закидывать и приятно перемалывать кушать пока что карты в сторону r5 не складывается никаким образом появляется армлет у кускара сейчас на станет еще сильнее он стоит на полном при парме будет даже не старается не появляться на линии но вот он пришел ну а толку просто поэкспится пытается взять фэйзы тем временем на верхней линии происходит не знаю что просто мешает армить джиггернауту и он ничего не может сделать погибает тут дисраптор от сайлансера возможно также покинет он д 5 это д сайлансера в астрал ну и страйкер вроде бы как уходит но тяжело сайленсер набрал свои обороты полторы тысячи голды у него есть если он еще и себе сейчас заберет лотар тогда у команды рфа будет действительно большие проблемы ну и страйкер скорее всего здесь отправлять в таверну вот так поворот хроносфера будет а вот хроносфера ну пытается них убить здесь хоть кого-то ну и тут же умирает свой не на того парень ты рэпл кинул не на там действительно серьезная ошибка на самом деле от омника и он погиб а войду нельзя погибать он теряет слишком много денег но это 74 голды но когда у него фэйзы пурман шьют это на самом деле серьезно больше всего что серьезно это когда тебя втроем давят по всей карте вот это действительно давит на морали и с этим справиться довольно таки сложно это надо иметь сильный боевой дух ну если он этого у кого как вот как из такой ситуации выбираться там уже зашли 5000 опыта за 5000 голды по преимуществе проску есть армлет есть маска у хаскара но он пока что не предпринимаете каких действий возможно стоит сделать какой-то рисковый шаг нажать смог и пойти убить сайвансера потому что у него есть почти 6 тысяч нет ворса и это даст хороший буст для команды но выбрал в сторону форстафа свое расположение не стал брать лотар хотя с лотаром вы здесь был непобедимый вот пытается убить страйкера и усанулить до батьку и он на развороте в арабу вцепился но пота вороте не стал но то вот что можно предпринять даже и клипс по нету у девавора у него всего лишь 6 уровень надо хотя бы 9 0 и 8 и вот джиггернаут выбрал вообще отчаянный путь он взял себе аэроталон действительно пытается джиггернаут как-то выформить бочит третьим с кемом не завтра селедку но дается крат он не дает краш убивает здесь войда могли конечно убить омника но почему-то не решили просто снесут т1 tower и команда 1 q просто переигрывает сейчас дан давит давит еще раз давит то что и должны делать команды с агрессивным пиком подтянулся хаскор добрал доминатор чувствую регену него теперь бешеный один секунду до их под ораку вам его первый скил опыт выхиливать два раза сильнее и убить его будет очень сложно 3 топный творца команда 1 q и потом идет джиггернаут джиггернаут не лучший контент у него даже меньше 3000 это действительно печально старается вот это фармить пт но это не представляется возможным прыгает вот ставят купол по одному кускару саймсер так забирает по отличным от варвака не оставлять шанс мы шарим герман погибает от я погибает джиггернаут может также погибнуть бой так есть будет погибает татараку погибает письмо мник и шкар тут дальше ну ну все скорее всего мы увидимся две заветные буквы здесь помочь вряд ли что сможет это full team pipe в исполнении команды 1 q до полное вытирание 5 мужчин из команды r5 что поделать тяжело играть целый день и и видим что команда русскую подготовилась своим оппонентам ну хотят хотят до конца кстати и russian five играть отдаем им должное не сдаются не до конца никакие ведь мы не через вы прыгает с кускар ультимейтом на одессе ведь его лимцуются фуск такое себе на самом деле сопротивление у саймансера уже есть хюрикен пайк если он нажимать его на любого героя он деливает я я не знаю что тут нужно конкретного сказать происходит ну полное избиение команды r5 этого это уже даже не на ними не на драки похоже еще и что уровень у добрался без лордор будет он вот такие вот неприятные таблички развешивать без raptor 4 уровень ну тяжело просто нереально тяжело т3 товар уже упал очень хорошо что ага она раз заходит именно на боков спушивая бараки увеличивает давление а команду russian five не давая им быть хайграунда а вот отбиваться то нечем нету каких-то с пылов массовых вот тут батя залетел с краша сатайл здесь развалились лобал от пива долетает до страйкера надо его убивать да у страйк скорее всего умрет нет спасает его все-таки омник найт через репл ну вот вот давление и отбрасываться нечем нету никаких слоев вот пошел конечно неплохой проказ от карусели в виде хроносферы и ргон смогли его тут убить боже он играет шикарно армлета выбирает там дева в руку умер он не клайд он играет вообще армлетом как четками и делает это четко трипл килл на краполях хаскар творит какие-то чудеса идет он за карусели но просто он тоже написали good game команда russian five 15 минут прошла игра ну что ж поздравляем команду роскус победа пастка пожелаем удачи парням они оправдали свою статистику вероятно